МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На храме в КП-5 установили купол и крест. Будет отсутствовать горячее водоснабжение в домах 2, 4, 5 и 6 метров. Плановое совещание у главы муниципального образования. Криминальная сводка за минувшую неделю. А теперь об этих и других событиях подробнее. Жители области начали получать налоговые уведомления на уплату всех имущественных налогов сразу. В 2016 году изменен срок уплаты имущественных налогов с физических лиц – 1 декабря. И еще одно из нововведений – уведомления с суммой менее 100 рублей налогоплательщикам направляться не будут. За исключением тех случаев, когда они были начислены за 2013 год. В нашей области снова обнаружен очаг заражения африканской чумой свиней. На этот раз в частном подворье Ярцевского района. Сейчас на месте вспышки опасного заболевания работают специалисты ветеринарной службы и сотрудники Россельхознадзора. Вчера в нашем городе зазвучали фанфары, и спортивная жизнь забурлила с новой силой. Сотрудники филиалов «Атомтехэнерго» приехали из разных уголков страны на праздник спорта – шестую комплексную спартакиаду работников акционерного общества «Атомтехэнерго», посвященную Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Чем удивили в этом году организаторы и как прошло открытие – смотрите в нашем сюжете. «Атомтехэнерго» – это два важнейших. Надо пустить в срок и обеспечить высочайшую и безаварийную эксплуатацию. Ровно 130 детей участников ансамбля «Калинка» и «Зрославля» на протяжении всего мероприятия выстраивали на поле стадиона «Атомтранс» различные хореографические картинки. Участники спартакиады, всего 9 команд, под бурные аплодисменты выходили на поле. Их приветствовали руководители города, станции и аппараты управления «Атомтехэнерго». Для того, чтобы эффективно работать, нужно быть гармонично развитым. В состав гармонии входит и физическая культура. По русской традиции почетным гостям вынесли хлеб-соль. В этот день вспомнили заслуженного энергетика России генерального директора «Атомтехэнерго» Эдуарда Сааковича Саакова. В его честь был учрежден специальный приз памяти. Был, в общем-то, любимцем, скажем так, не в плане нашего руководителя, а как человек. Он совершенно искренний был человек, очень любил спорт. И вот этот приз, который мы учредили, он будет постоянно на всех спартакиадах. Под звуки гимна в торжественной обстановке был поднят флаг спартакиады. На Кургане Славы ветераны города зажгли факел от вечного огня и передали его бойцам поискового отряда «Высота». В сопровождении объединения байкеров «Сталкер» они доставили его на стадион. Право зажечь огонь шестой спартакиады было предоставлено бойцу отряда «Высота» Антону Зайцеву и капитану команды «Нововоронеж-Атомтехэнерго» Никите Судареву. Я, кстати, в жизни факел не зажигал. Вот дочь у меня уже зажигала, а я еще нет. Хотя спорту отдаю часть жизни. Ну, во всяком случае, стараюсь для своих лет. Вот и как, волнительно? Волнительно. Апогеем церемонии открытия стал масштабный флешмоб. Уже шестой год подряд сотрудники филиалов «Атомтехэнерго» собираются, чтобы посостязаться в силе и ловкости. И второй раз это событие происходит в Десногорске. Кто же победит, покажет время. А пока зажженный факел ознаменовал открытие спартакиады. И спортсмены только готовятся к борьбе. Соревнования пройдут на различных спортивных площадках города по девяти видам спорта. Награждение сильнейших и закрытие спартакиады состоится 24 сентября на стадионе «Атомтранс». В Росславском районе саперы уничтожили более 150 гранат, минометных мин, артиллерийских снарядов разных типов и калибров. Все они были обнаружены поисковыми отрядами за время проведения межрегиональной вахты памяти. В областной школе будущего офицера прошла торжественная линейка в честь начала нового учебного года. Сейчас в школу «Знамя», открытой на базе Смоленской военной академии, приняты более 50 учеников 8-11 классов. Среди них есть и девушки. Как мы уже рассказывали ранее, при поддержке Смоленской АЭС на территории колонии-поселения номер 5 сооружается храм в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». А 20 сентября здесь произошло знаковое событие. На новом храме установили купол и крест. О том, как это было в нашем следующем сюжете. Чин освящения провел настоятель храма всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков. В торжественной церемонии приняли участие руководство Смоленской АЭС и города, колонии-поселения и начальник УФСИН по Смоленской области. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы храмы Господни, они стояли на нашей родной земле. И была возможность у нас и у наших родных, близких друзей, верующих, посещать эти храмы, делиться в этом храме своими болями, своими радостями. И дай Бог, чтобы эта традиция сохранялась, а мы обязательно эту традицию будем поддерживать. Радостно от той мысли, что еще в одном исправительном учреждении воздвигается храм. Храм в исправительных учреждениях позволяет тем, кто находится, наверное, разделить свою жизнь, поставить для себя какую-то, может быть, точку в том поведении, которое привело их в такие учреждения, и начать правопослушную, праведную жизнь. Основной объем строительных работ уже практически выполнен. Бревенчатый храм вырос в короткие сроки. Сам купол с крестом, весом почти в 200 килограмм, изготовила волгодонская фирма «Грант». Его привезли незадолго до установки. И вот он, этот знаменательный момент. Купол и крест – одни из самых важных элементов храма. Поэтому сегодняшнее событие такое значимое. Именно установка купола с крестом является одним из ключевых моментов строительства храма в колонии-поселении. Освящение самого храма и первая служба планируются весной следующего года. В Десногорске начинается вакцинация против гриппа. В первую очередь будут прививаться сотрудники, контактирующие с большим количеством граждан. И, конечно же, те, кто работает с детьми. Медики уже согласовали все графики и надеются на высокую явку пациентов. Федеральное медико-биологическое агентство России выделило медсанчасти 135 15 миллионов на приобретение анестезиологического и реанимационного оборудования. Кроме того, поступили средства в объеме 9,3 миллиона рублей на ремонт МРТ. Сейчас специалисты готовят торги. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Вячеслав Владимирович поблагодарил все службы и горожан за хорошую подготовку, проведение и участие в выборах, отметив, что выборы прошли организованно, без нарушений, при высокой активности избирателей. Все мы, сообща, сделали одно большое дело, сделали его хорошо. МУП ККП с 20 сентября проводит заключительный этап гидроиспытаний городских теплосетей. Будет отсутствовать горячее водоснабжение в домах 2, 4, 5 и 6 микрорайонов. И ввиду того, что с 20.09 по 21.09 Смоленская АЭС проводится ремонтная работа по магистральной исполнительной сети номер 2, в этот период будет отсутствовать горячее водоснабжение в 7 и 8 микрорайонах. Будем надеяться, что гидравлические испытания у нас пройдут успешно. И будет, и мы будем полностью готовы к отопительному. Кроме того, руководство города планирует подключать отопление в дошкольных и медицинских учреждениях при сочетании некоторых факторов. Готовность учреждения к зиме, наличие паспорта готовности и готовность сетей. Поскольку официально отопительный сезон в городе еще не наступил, то в индивидуальном порядке учреждения подают заявку и при наличии готовности с обоих сторон, значит, действительно для этих учреждений мы начнем чуть раньше. Остальные учреждения, именно квартирные дома у нас будут подключаться после выхода официального распоряжения по наступлению отопительного сезона в городе. 25 сентября в 10 часов на Кургане Славы состоится митинг, посвященный Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В этот же день в 17.00 на городской эстраде праздничный концерт. Криминальные новости. Вечером 20 сентября на трассе А-130 в Рославле произошла трагедия. 52-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость движения и сбил неустановленного пешехода, который шел по краю дороги в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. О криминальной обстановке на минувшей неделе в нашем городе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 92 сообщения о происшествиях. Из них 2 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 157 административных правонарушений, в том числе и нарушений правил дорожного движения. 126. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения 1. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 25 человек. И в заключении новости культуры. Смоленский драмтеатр открыл новый сезон премьеры по пьесе Грибоедова «Горе от ума». Знаменитое произведение поставил главный режиссер театра Виталий Барковский, который считает, что это произведение всегда актуально и злободневно. В Смоленском поозерье могут поселиться литовские зубры. Этих животных в Литве развелось очень много, поэтому их решили передать другим национальным паркам России и Беларуси. Смоленское поозерье рассматривается в качестве одной из таких перспективных территорий. И это все, чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.difis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова